ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А вот и причина смерти. Она ударилась виском обо что-то острое. Смерть наступила мгновенно. Черт! Поверить не могу! Тело мягкое, роговица влажная. Она совсем недавно умерла. Гораздо позже Ручьева. Проклятье какое-то. Две смерти в одну ночь. Саша, никакое это не проклятие, это убийство. Почему так решили? Ну, потому что рана глубокая, а крови почти нет. Значит, ее не здесь убили. Так, я пойду позову матросов. Надо перенести ее. Да. Я так понимаю, мы все под подозрением. Если что, у меня алиби. Около двенадцати я ушел из ресторана на палубу. Дышал воздухом, смотрел на море один. Когда собрался к себе, увидел Алису, она спала. Я отвел ее в каюту, вернее, отнес. Проснулся Сергей. Мы поболтали. Потом я пошел к себе, услышал крик из ресторана. Дальше ты знаешь. Во сколько ты нашел Алису? Где-то около часу. Да, точно. Сергей сказал, ну, вы даете. Час ночи. Так сколько же вы проговорили? Часа три, что ли? Ну, было что обсудить. Я вот к себе был. Один? Ну, это разговор не или посторонний, хуже. Капитан, нужно поставить пост у каюты, чтобы сюда никто не мог зайти. Борис, Борис, все, что происходит на судне, моя ответственность. И я сам буду принимать необходимые решения. Да вообще-то это мое судно. Я им владею. Судном, да, но не мной, моей командой. В текущей ситуации я подчиняюсь только следователю. Команду тебе. Михаил Григорьевич, на самом деле, Борис Борисович прав. Надо поставить пост и все внимательно отфотографировать. Я объясню, как. И потом уже аккуратно вынести тело. Я понял. Борис Борисович, поедите, пожалуйста, в ресторан. Мне надо зайти к Артему поговорить. Я с вами. Артем, здоровый лось. Может, понадобится помощь? Нет. Мне Саша поможет, да? Ну, ладно, я тогда пойду. Да. Как часто нас спасала слепота. Саша. Где дальновидность только подводила. Походу, у него заначки по всему кораблю. Давай. Так, сюда. Спокойно, спокойно, спокойно. Поднимаемся процедурой. Процедура. Тихо, тихо, тихо. Все. Артем. Как вы сюда попали? Ты помнишь, ты мне сказал, что ты никогда бы не причинил вреда Норе, помнишь? Не убивал я ее, не убивал. Объясни, пожалуйста, а с чего ты, в принципе, взял, что ее убили? Это все он. Это Софьин. Артем, это твое. Надо аккуратнее, а то все разделяешь. Это не мое. Твое, Артем. Твое. Ну, пока ты ушами хлопал, Нора тебе ключик в карман сунула. Зачем? Зачем красивая женщина может дать свой ключ одинокому мужчине? Сходи. Узна. А почему ты ему поверил? Все знали, что у нас с Норой было. И что? Он решил вас перемирить? Не просто помирить. У него был свой интерес. Он хотел, чтобы я поговорил с Норой по поводу Гранта. А сколько он приходил? Я не помню. И обрадовался, как дурак. Душ принял. Пошел. А она там лежит. И на помощь не позвал. Вернулся, закинулся таблетками и спать. Я растерялся. Я не знал, что мне делать. А что ты искал у нее в каюте? Ничего. Я сразу вышел, когда понял, что... Ладно. Ключ. Ключ дай, пожалуйста. Отпечатки напроверьте. Сейчас я... Черт. Что? Нету. Потерял, наверное. Я... Я не соображал, когда сюда пришел. Меня всего трясло. И мне было плохо. Это все Софьин. Это точно он. У него ищите! Я прошу внимания. Вы, наверное, уже знаете, что произошло. Нора Герберова мертва. Мне нужно будет поговорить с каждым из вас. Постарайтесь, пожалуйста, вспомнить, где и с кем вы были этой ночью примерно с часа до трех. Я рано пошел спать. Был в каюте. Потом меня разбудил Волков. Он принес мою жену. Ну, Алиса, проблема с алкоголем. Я думаю, что вы уже поняли. Было час ночи. Я посмотрел на часы, когда он постучал. Я предложил Саже кофе. Мы общались. Где-то до четырех. Это все. Да я вообще ничего не помню. Ну что, вы действительно думаете, что это я? Это безобразие. Превышение полномочий. Я буду жаловаться. Я все время был у себя. А кто-нибудь может это подтвердить? Вы ставите меня в неловкое положение. Я не хотел, чтобы об этом узнали. Ну, и если вы настаиваете... Ну да, я была у Бори. И что? Мне что, Сережу до старости ждать? Пришла около полуночи. Уснули мы около часа. Потом корабль тряхнула, я проснулась. Сразу же разбудила Борю. Уснуть мы больше не смогли. А потом пришел матрос и начал в дверь долбить. Угу. А вас видел кто-нибудь? Артем. Я когда к Боре шла, как раз его встретила. Он стоял возле каюты Нора. Борис Борисович, а во сколько вы дали ключ Артему? Что? Какой ключ? Ключ от каюты Герберовой. Это было до или после прихода Тани. Вы подумайте, пожалуйста, это очень важно. Это... Это вам Артем сказал? Подождите. Я ничего ему не давал. Он хочет меня оговорить. Вот гаденыша. Теперь я понимаю, почему. Это он убил. Понимаете? Он. Ну что, мисс Холмс, мое алиби подтвердилось? Ну, вообще-то я тебя и не подозревала. Ну, проверить надо было. Такая работа. Есть что-то за интересное? Пока иду от противного. Капитана и его матроса вне подозрения, потому что всю ночь они были на своей палубе в полном составе. Ну, и какие версии? Честно, пока никаких. Поплошные вопросы. Таня утверждает, что она видела Артема возле каюты Норы, около полуноча. Тогда она еще была жива. Артем говорит, что он увидел Нору уже мертвой. Значит, это было после часа ночи. Еще он говорит, что ключи от каюты ему дал Софьин. Софьин, разумеется, говорит, что никаких ключей он никому не давал. Сами ключи вообще исчезли. Короче, кто-то из них трех врет. Интересно, кто? Ну, как ты собираешься это выяснить? Вы нашли убийцу? Мне надо осмотреть все ваши каюты. А мы что, подозреваемые? Вы не имеете права. А если мы откажемся? Ну, конечно, вы можете отказаться. Но я хочу прояснить ситуацию. О том, что случилось, уже известно в Следственном комитете Петербурга. Поэтому, как только наше судно войдет в порт, нас там встретят. И на берег никого не выпустят, пока не соберут все улики. Лично мне скрывать нечего. Верочка, давайте начнем с меня. Давайте. 14.13. Продолжаем осмотр. Обнаруженная шампунь-кондиционер, электрическая бритва, дезодорант, стик, лосьон после бритья, блокнот зеленый. Здесь ковролин намок. А что там, кровь? Это просто вода, Вера. Крабль ночью сильно тряхнула. Даже стакан перевернулся. Я от этого звука и проснулся. Чуть с кровати не упал. А во сколько это было? На часах было без пяти два. Да, не спала? Да. Потом проснулась. У стакана разбился, я его убрал. Даже палец, а стекло порезал. Тут под столом осколки. Ну. Продолжайте. Вот. Вот моя каюта. И запишите в своем протоколе, что я это делаю добровольно. Мне прятать нечего. Я обязательно это отмечу. Да. У меня есть железное алиби. Я описал пьесу. Вот. Посмотрите на время создания документа. Это ничего не доказывает. Я что, подозреваемый? Гилберт Янович, скажите, пожалуйста, вы кого-то видели в это время? Может быть, вы что-то слышали? Да. Да, я слышал. Около двух часов был звук. Похоже на звук падения или удар. Так. Почему вы раньше-то не сказали? Я не хотел при всех просто. Откуда был звук? Слева, справа? Точно. Точно справа. Хотя нет. Может, слева. Гилберт Янович, я прошу вас сосредоточиться, потому что вы... Вера Дмитриевна. Что это? Что это? Это не мое. Откуда это? Вы... Вы подбросили мне это. Гилберт Янович, сядьте, пожалуйста, и не кричите. Послушайте, зачем мне убивать эту Герберову? Я вчера увидел ее первый раз в жизни. Гилберт Янович, я все выясню. Если вы ни при чем, вам не за чем волноваться, верно? Я могу... Нет, сядьте. До прибытия в порт вы будете здесь, под охраной. Я не думаю, что скаутер виноват. Тебя можно поздравить? Он, конечно, творческий человек, но он же не полный идиот, правда? Чтобы у себя в каюте прятать окровавленное полотенце. Может, он не ожидал, что ты будешь его обыскивать? Даже не в этом дело. Мотива у него нет. Ему даже выгодно было пополучить грант от Норы. Понимаешь? Думаешь, он врет про звук удара? Тогда получается, что он слышал, как убивали Нору. Но если это так, значит, ее убили где-то совсем рядом. Значит, надо искать дальше. Это все очень неприятно. Ничего. Понятно. Свободен. Кто бы сомневался? Это все? Нет, не все. Все. У меня еще один вопрос. Что вам показало Нора в своем телефоне, что вы так разнервничались? Я видела в ресторане. В смысле? Я вообще не понимаю, о чем вы? Мы изъяли ее телефон. Открыть его пока не можем. Но я вам обещаю, что завтра же утром вся информация, все данные из этого телефона окажутся в Следственном комитете. Поэтому сейчас я просто даю вам шанс, Тань. Хороший шанс. От которого нельзя отказаться. Что там было? Что-то, что касается вашего ребенка? Ну да. Я плохая мать. Довольны? Я однажды взяла с собой дочку в театр. Оставила ее в гримерную одну. А сама пошла на свидание. А дочка у меня астматик. У нее случился приступ, а ингалятор был у меня в сумке со мной. Если бы одна актриса ее не нашла и не привела бы ко мне. Мои Лизы уже не было бы в живых. Я правильно понимаю, что свидание у вас было с Сергеем, а этой актрисой была его жена Алиса? Ну вот видите, вы сами все знаете. А теперь я бьюсь над тем, чтобы вернуть опеку. Документы собираю. Если бы эта информация попала в суд, они лишили бы меня не только опеки, но и родительских прав. Значит, Нора была опасна для вас, да? Да не убивала я ее. Я просто хотела с ней поговорить. Попросить уничтожить информацию. Но она же не монстр, ну как же так? Поговорили? Я не успела. Я пришла. Дверь в каюту открыта. Ну а там... Пошла к Боре. Было два часа ночи, он уже спал. Рассказала ему, что Нора мертва. Его идея была? Дождаться, пока Нору обнаружит кто-то другой. Боря меня всегда защищал. Он решил, что у меня могут быть проблемы и мне нужно алиби. Ну, из-за этого вы обеспечили алиби ему. Тань, зачем вы мне соврали? Вы зачем мне сказали, что видели Артема около каюты Норы? Зачем? Где вы были с часу до двух ночи? Куда же она могла его спрятать-то? А что ищем? Да телефон. Нора явно готовилась к встрече с вами. Значит, наверняка, на каждого из вас у него был компромат. И раз я уже похвасталась Тане, что телефон Норы теперь у меня, неплохо было бы на самом деле его найти. Наверняка, убийца его тоже искал? Искал, конечно. Может, и нашел. А может, и нет. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Так. Держи. Ну, конечно, запаролин. А как же? Давай я попробую. Да нет, у меня шикарный специалист есть в Питере, я ему передам. А пока пусть побудет у меня. Угу. Угу. Олеся. Хоть поела, а? Дай бутерброд принесу. Лучше виски. Нет, виски не надо, мы договорились. Господи, ну что же ты за зануда такая, Алеша, умер. Алиса, ты же не все рассказала этой детективше, да? Тебе какое дело? Я все-таки твой муж. Я тебе помогу. Сам-то ей ничего рассказать не хочешь? Где ты сегодня был ночью? Я тебя искала. Вышла из ресторана, хотела найти, я тебя нигде не было. Как нигде? Я тут был в каюте. Может, уснул, просто я не помню. Прихож. Прихож. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА В Москве полдень. В эфире информационная программа новостей. Здравствуйте. В эту напряженную неделю нам пришлось раздваивать свое внимание. Сейчас мы с тобой поиграем. И это интересно. Держи. Как в первом классе. Скучно. Самое интересное на свете – это быть внимательным. Я тебя сейчас буду всячески отвлекать, а ты должна будешь решить эти задачки. У тебя ровно пять минут. Все, время пошло. Готово! Умница. Уложилась ровно в пять минут. Кстати, ты знаешь, сколько сейчас времени? Пять минут первого. А откуда ты знаешь? Диктор сказал, что в Москве полдень, а это двенадцать ноль ноль. А теперь посмотри на часы. Ого, я так долго решала. Я была невнимательна. Да, папа? Нет, ты была внимательна, Верочка. Но есть еще один секрет. Никогда нельзя доверять только одному источнику информации. На сессии Верховного Совета СССР. Вид у тебя уставший. Есть новости? Ну, так. Алиби Софьина вдруг рассыпалось. Таня пришла к нему уже после смерти Норы. Значит, Софьин мог убить? Ну, теоретически, да. У него и мотив, и возможность. Все как положено. Значит, Скаудер сказал правду. Он слышал звук удара, а его каюта как раз рядом с каютой Бори. Следов нет. Ни у него, ни у Тани. А если он Таню использовал в темную? Легко. Может, Софьина запереть? У нас нет прямых улик. Улик. А если их и не будет, этих улик. Простите, что прерываю разговор, Вера. Мне с вами нужно поговорить. Наедине. Вера, мне нужно вам кое в чем признаться. Дело в том, что я не сказала вам всего. Я думаю, вы меня простите и поймете, меня жизнь научила никому не доверять. Угу. Я вас слушаю. Я все видела. Я видела, как Нора вошла в каюту к Софье. Это когда было? Наверное, где-то около часа. Ну, откуда я знала, что это будет так важно. Ну, зашла и зашла. Угу. А когда она выходила, вы видели? Нет. Ну, я хотела побыть одна там, поплакать. Да потом пришел Саша Волков, рулил меня в каюту. А Нора, мне кажется, осталась у Софьи. А вы что-нибудь слышали? Может быть, крики, ссору, звуки борьбы, что-нибудь? Нет, нет, нет. Этого ничего не было. Вера, я только очень хочу вас попросить, пожалуйста, не говорите горе, что это я вам сказала. Понимаете, получается, я единственный свидетель. Ну, получается, что так. Вера, вы же меня защитите? Я постараюсь. При условии, что вы все сделаете ровно так, как я вам скажу. Хорошо. Я попрошу капитана поставить охрану у вашей каюты. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Верочка, что-то вы бледная. Вы сегодня хоть что-нибудь ели? Да, времени не было. Угощайтесь. Нет, спасибо. И времени не было, и аппетита тоже. Не хочу. Ну, а как продвигается? Честно, пока не очень. Но вы же мне поможете? Ну, всем, чем смогу. Вы же хорошо знали Герберову. Угу. Но вы-то понимаете, что она не просто так здесь появилась. Такое ощущение, что она прям жила своей местью. Правда? Ну, жаль, что так все случилось. Но Мору всегда здесь очень любили. Да и отца тоже. Да, но она считала, что ее отца убили. И у меня такое ощущение, что она хотела отомстить всем причастным. Она стравливала Таню и Алису. Поссорила с Каундера и Ручьева. Вас. Но она же бесконечно травила этой истории с Грантом. Да, поверьте, у меня не было. Ко мне за пазух. А мне кажется, что смерть Ручьева, ну, очень похожа на смерть ее отца. Такое впечатление, что это было как послание всем тем, кого она считала виноватыми. Правда ведь? А кто-то решил не дожидаться ее мести и просто сработал на опережение. Ну, а кто? Не знаю. Это я и пытаюсь понять. А никто не хочет мне помогать. Ну, разве я вам не помог? Я все рассказал, как было? Ну, вроде как все все рассказали, как было. Только каждый в чем-то хотя бы, но соврал. Даже вы, Борис Борисович. Ну, скажите, почему вы не сказали, что Таня пришла не в час ночи, а гораздо позже? Верно. Ну, это какое-то недоразумение это. Дело в том, что Таня мне все рассказала. Таня пустоголовая в вертихвостком. Вера, ну, вы поверьте, я просто хотел ей помочь. У нее не было алиби, она нервничала. А теперь она решила меня подставить, мерзавка. Мы с ней разбежались. Я хочу вернуться к жене. А Таня, значит, решила отомстить. Ну, хорошо. А где вы были до прихода Тани? Да в каюте у себя. Где же я еще мог быть в такое время? Спал. Один? Разумеется. А как же Нора? Она же к вам приходила, Борис Борисович. Да что за бред? Кто вам это рассказал? Алиса, вы знаете, у меня все сходится. Так вот оно в чем дело. Нашли преступника. Борис Борисович, я этого не сказала. Так все. На этом все. Все дальнейшие разговоры только в присутствии моего адвоката. Пока. Я так понимаю, план сработал? Посмотрим. А что у Алисы за секрет? Ну, честно говоря, ничего конкретного. Но зато нашелся мой кулон у нее. Ну, помнишь кулон, который я показывала за ужином? Ну да. Когда мы познакомились в кафе, тебе принесли подарок от отца. У меня тоже с отцом были очень хорошие отношения. Не очень хорошие. Отец совершил непростительный, на мой взгляд, поступок. Но всем, что я умею, я, конечно, обязана ему. Ты успела прослушать запись жучка? Нет. Алиса сказала, что отдаст его только следственному комитету. Ладно, я пойду. Помощь нужна? Нет. Спасибо. Кто? Это я. Заходите, Вера. Мне так страшно. Мне кажется, кто-то шел за мной. Может, мы напрасно рискуем, а? Не волнуйтесь, пожалуйста. У меня очень большой опыт, и я справлюсь. Это единственный шанс схватить за руку Софьину, понимаете? А вдруг она кажется сильнее? Все будет хорошо. Все тихо. Первый. Животой капитану. Смена на подходе. Второй. Вас понял. Идем. 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 Привет. Привет. Стоять. Руки подними. Какой ужас. Я почти убила человека. Алиса, почему вы не ушли? Я же вас просила. Хотела бы отстраховать. А нож у вас откуда? В ресторане взяла. Господи, неужели это все Саша? Ну, выходит, что так. А я догадывалась. Это он убил Молчанова. А откуда вы знаете? Вера, я хочу вам все рассказать. Так. Вы же меня спасете, да? Я знаю, что я виновата, и что поздно. Но чистосердечное признание облегчит же вину, да? Алиса, вы о чем говорите? В тот вечер, когда умер Молчанов. Ну, в общем, накануне Саша с ним очень поссорился. Его даже на праздник не позвали. Там какая-то неприглядная история с деньгами вышла. Молчанов кричал, что уволит Сашу. А потом еще что-то про заявление в прокуратуру. В общем, скандал получился. Да. Шикарно, но налить все-таки придется. Господа, предлагаю тост заименинника. Ура! Ура! Ура, 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 ура! Анечка, прекрасный салют в твою честь. Прекрасный. Можно? Герчик, давай, коряченько. Горяченько. Ха-ха-ха. Я не понимаю, а чего же вы молчали-то? Было следствие. Волков мне угрожал. Он сказал, если что, то я пойду с соучастницей. Но это неправда. Я не знала, что это за таблетки. Я даже вообще думала, что это, ну, мне привиделось. Я постараюсь вам помочь. А вы, пожалуйста, изложите на бумаге вот все то, что вы мне сейчас рассказали. Договорились? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Вера Дмитриевна, вас Волков срочно требует. Вы придёте? Мы скоро прибываем в порт. В Питере тебя допросят. Мне бессмысленно с тобой сейчас разговаривать, и, честно говоря, неприятно. А я буду говорить только с тобой. Всё вышло случайно. Алиса, Алиса, подъём, подъём, подъём. Что меня всё... Пойдём, 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 Сергей, пойдём, Алиса, вставай, ну что ты? Саш! Кто? Послушай, нам нужно срочно поговорить. Иди помоги, Алиса. Ну? Господи, да оставьте её в покое. Да пусть человек выспится. Ну, Саша... Ух ты! Сейчас. Пойдём, ко мне в каюту. Угу. Что случилось? Мы его отца убили. Да, сочувствую. Это был несчастный случай. Нет. Его убили, и у меня есть доказательства. Где твой телефон? Вот. Пожалуйста. Подключил? Сейчас. Есть. Давай, слушай. Это он его купил. Волков. Он подбросил в бане таблетки, в бокал. Молчанова? Да. Я сама видела. Почему ты ничего не сказала? Кому? Моё слово против его. Да все уверены, что его вообще там не было. У меня было. И что? Пьяный бред безумной женщины? Для следствия это вообще не улика. Для следствия? Нет. А для меня, да. Ты одержима местью. Ха! А может, ты подговорила Алису? Денег ей пообещала, чтобы убрать Таню с дороги. Тебе же это не впервой, да, Нора? Да ты убила Ручьева. Мне очень жаль. Я думала, что убийца это он. Хотя, знаешь, возможно, все складывается к лучшему. После разговора с Алисой Ручьев пошел к тебе. Стал тебя шантажиром. Да, тем, что всем все расскажет. И ты убрал его. Чушь. Нет, это не чушь. После того, как вскроет Ручьева, выяснится, что он по самую маковку напичкан твоими таблетками. Вот это мотив. Я думаю, что для Веры будет несложно сложить два плюс два, а? Вера своими глазами видела, как я давала твоему бывшему любовнику Кирееву таблетки. Есть еще аргументы? Я не понимаю, при чем тут Алиса? Несчастная дура. Пожалей ее. Давай будем считать, что это я сам все сделал. Да, она соучастница двух убийств. Еще совершила попытку третьего. Ей пришлось так поступить. Алиса. Алис. А, 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 что? Алиса, просыпайся, просыпайся. Подъем. Подъем. А? Тихо, тихо, тихо. Только спокойно. Не кричи. Ладно? Тихо, тихо. Все, все, все. Тихо, тихо. Что? Что я ее? Не могла. Чуть-чуть я не могла. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Не могла? Не могла? А это что? Это он его убил, Волоков. Он подбросил в бане таблетки в бокал. Молчанова? Да, я сама не делала. Саша, я все могу объяснить. Не надо. Я сам тебе все объясню. Алиса, это мотив. Мы с тобой кое-что скрыли. Нора узнала. Пришлось ее. Я этого не делала. Я клянусь. Я не делала этого. А кто? Будешь делать, как я скажу. А кто ничего не узнает. Я вообще не понимаю, зачем ты с ней связался. Мне нужен был помощник, чтобы избавиться от Нора. Что, она труп помогала тебе переносить, что ли? Кто-то мог увидеть, как я несу по палубе женщину, замутанную в плед. А кто это? Мертвая Нора или пьяная Алиса? Кто поймет? А плед и полотенце ты выбросил за борт. Да, кроме одного. Ты шла по следу. Решил подстраховаться, чтобы сбить тебя. Подбросил его с каудеру. Да. Ключи у меня были. А что ты искал у Норы? Телефон? Ну, ты оказался сообразительней. Нашла, а я нет. Потом ты решил, что он у меня в каюте и перерыл все у меня, да? Да. Там была копия разговора Алисы с Ручьевым. У меня не было выбора. Я зашел слишком далеко. Если бы не Алиса... Ой, она здесь ни при чем. Я еще до этого поняла, что это ты. Ну, и к чему был этот весь спектакль? А к тому, что этот записанный разговор не являлся бы решающей уликой. Если бы ты нашел хорошего адвоката, он бы тебя отмазал. А теперь у меня есть чистосердечное признание. Я могу отказаться от своих слов. От попытки убийства при свидетелях ты тоже можешь отказаться? Скажи, в чем я просчитался? А сколько ты Алису нашел? Где-то около часа. Да, точно. Сергей сказал, ну вы даете час ночи. Это сколько же вы проговорили? Часа три, что ли? Ну, было что обсудить. А где вы были с часу до трех? Я же вам сказал, Волков в час ночи принес мою жену. Я был в каюте. А вот там другая версия. Я склонна ей верить. Почему вы верите Тане, а не мне? А почему я должна верить вам, а не ей? Да, я был с ней и что? Что это преступление? Преступление врать тому, кто пытается помочь. Все очень сложно. Я уже давно женат, а не с Софьиным. Нас просто тянет друг к другу. Это как болезнь, понимаете? Мне столько раз пытались расстаться. Каждый раз все заново. Вы до которого часа были с Таней? До двух. Потом она заторопилась, сказала, что у нее какие-то дела. Я ушел. Ну, а потом к вам пришли Волков и Алиса, верно? Алиса был такой вид. Я сразу понял, что она во что-то вляпалась. Я просто хотел ее защитить. Она моя жена. А что все-таки тебе сказала, Алиса? А какая теперь разница? Этим будет заниматься следствие. Да. Я думал, ты просто кукла со шпионской подслужкой и незалеченной детской травмой. А ты переиграла меня. Да. На самом деле это было нетрудно. Я вам восхищен. Верочка раскрыла два убийства. Мне очень жаль, что у вас теперь нет театра. Я веро-фанталист. Так проще жить. Все, что не делается, все к лучшему. Это точно. Может быть, мне не судьбой театром заниматься, а может быть, мы со Скаудером новый проект замутим. У меня всегда масса идей. Это здесь и здесь. Удачи. Ой. Верочка. Константин Петрович. Ничего себе. Отдохнула. И старое убийство раскрыла, и парочку новых. Ну, насчет одного я не уверена. Надо, чтобы криминалисты поработали. Поработают. А может, вместе с тобой поработаем? Возвращайся в отдел. Я подумаю. Федь, опять с тобой? Вы не уходите никуда. Я сейчас приеду. Слушайте, я вам такое расскажу. Да. Я здесь, да. Пап? Субтитры создавал DimaTorzok